В Красноярске сегодня появился новый символ, но только на один день. Рядом с часовней и надписью «Россия» на караульной горе, неизвестные ночью выложили из подручных материалов имя «Карина». Огромные буквы утром были хорошо видны из разных точек города, но в итоге у многих красноярцев и архитекторов возникли претензии не к Карине, а к России. Почему, расскажет Регина Баймухаметова. А надпись-то какого рода была? Вы успели, да? У нас есть слово «Карина» — это, по-моему, армянское имя. Сегодня утром у себя из окна депутат Владимир Владимиров рядом с привычной надписью «Россия» на горе увидел новую — «Карина». Вместе с полицией первым осматривает место преступления. Правда, в итоге выясняется, преступления-то и не было. Буквы выложили укрывным материалом. А что бы ни улетел, закрепили обычными досками. Не знаю, кто сделал, но я так предположил, что имя-то армянское, что, возможно, братья армяне кто-то влюбился и решил таким образом высказать свое отношение к этой девушке Карине. Ну, шума наделали много, но слава богу, что все как бы легко демонтируется. Силами работников управления зеленого строительства арт-объект быстро убрали. К обеду от Карины на караульное горение осталось и следа. Наказывать неизвестного романтика не за что. И можно было бы об этой истории забыть, если бы неожиданно она не вскрыла другую проблему, на этот раз с патриотической надписью «Россия». Ценность надписи, которую активисты регулярно обновляют за бюджетный счет, вызвала множество вопросов у пользователей в соцсетях. Напиши «Россия» и ты патриот. Поставь табличку «Универсиада» и город преобразится. Под суд надо активистов за слово, как нарушение ГОСТа охранопочвенного слоя. Но патриотам простят и камень, и краску поверх травы. В прошлом году на надпись «Россия» из бюджета было потрачено 300 тысяч рублей, а Карина бесплатно. Появилась «Россия» рядом с другим символом Красноярска – часовней в 2007 году по инициативе студентов. Но среди архитекторов этот жест мало кто оценил. Вот представляете, если бы взяли бы и стены Кремля, раскрасили бы в триколор. Или, допустим, на соборе Василия Блаженного на каждой маковке бы написали слово «Россия». Глава Красноярского союза архитекторов Евгений Зыков объясняет, горы и часовня сами по себе являются знаковыми для города символами. Отвлекать внимание от них – сомнительное решение. Считают, что в преддверии универсиады неплохо было бы надпись «Убрать». Гости нашего города, хотя их будет не так много, около 5000 человек, вряд ли они воспримут эту надпись как некий такой эстетический жест, который реально работает в плюс на повышение патриотизма. Скорее они увидят в этом какую-то такую неуклюжую попытку примазаться к патриотам. А вот в агентстве молодежной политики говорят, что уже 10 лет, накануне Дня России, надпись восстанавливают сотни студентов. По словам чиновников, тут и популяризация молодого праздника, и патриотическая составляющая. Стоит такой патриотизм действительно 300 тысяч. Бокро 300 тысяч рублей в последние годы мы тратили на восстановление надписи. Это вещи, связанные с приобретением мраморной крошки, краски и сопутствующих услуг для проведения именно акции. Будут ли обновлять Россию в этом году, пока точно не решили. Определиться должны ближе к концу мая.